Иван школьный учитель. Был мобилизован, оказался на передовой. На фронте получил позывной историк. Этот предмет он преподавал на гражданке и новую профессию. Сначала был начальником склада, потом гранатометчиком в разведывательной роте. Работал, помогал. Моя цель какая была? Это оружие, поставки на позиции. Потом так случилось, что попал под гранату, подорвали. На войне Иван лишился руки и повредил ногу. После лечения в госпитале попал в Харьковский центр протезирования, где познакомился с Валерием Кузьменко, ветераном-добровольцем из 92-й бригады. Валерий после года службы в районе города Счастье тоже получил серьезное ранение и тоже остался без руки. Ранение получил 1 января 2015 года. Был минометный обстрел со стороны сепаров. На часах осталось 17-20, 1 января. Так попал я сперва в два госпиталя в Луганской области, был без сознания. Потом Харьков привезли. Это 4 января, а 5 января меня бортом отправили на Киев. После этого я почти до декабря месяца пробыл в военном киевском госпитале. В центре протезирования бойцам оказывают не только медицинскую помощь, но и психологическую. Учат не бояться в мирной жизни. Для этого специалисты пригласили Ивана и Валерия на фотовыставку «Переможцы», посвященную бойцам АТО в результате ранений, потерявших конечности. Сама идея выставки заключается в том, чтобы показать людей, которые приходят, и за то, с чем они приходят, какие они изнутри. Что это правда наши защитники, это наши переможцы. И это очень важно сейчас делать. Валерий и Иван на некоторых фотографиях узнали своих побратимов и искренне радовались, что у них на лицах улыбки. Говорят, рады тому, что знакомые им люди сохранили способность улыбаться после серьезных увечий. Задачу не паниковать бойцы поставили и себе. Как говорится, жизнь на этом не закончила. Оптимист. Думаю, в дальнейшем заняться обучением людей, детей. Мне предлагали уже и психологами те. Время пока. Цель – сейчас реабилитация, стоять на ноги. У меня дома семья, жена живет, двое детей. Так что, самое главное в жизни. Организаторы рассказывают, фотопроект призван помочь раненым бойцам справиться с психологическими проблемами, а также научить мирных жителей принимать и поддерживать бойцов, вернувшихся с войны. Мария Волк, Александр Проценко, агентство телевидения «Новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова